Дорогие друзья, предлагаем вам сегодня вместе с нашей съемочной группой программы и путь отправиться в пригород Архангельска, в поселок Талаги, в гости к армонаху Даниилу Плотникову, настоятелю храма великомученицы Варвары. Мы узнаем у отца Даниила о вещах, довольно малоизвестных, но знать и помнить о которых, на наш взгляд, дело чести для всех живущих на русском севере. Итак, мы по дороге в Талаги. Помимо аэропорта, пожалуй, наименование Талаг ассоциируется с вовсе нерадостными местами, известного рода лечебницы, колонии для малолетних правонарушителей, да и в прежние советские времена в окрестностях существовали поселения и колонии репрессированных. Здесь располагалась мужская исправительная колония номер 13 строгого режима. На месте будущего военного гарнизона в аэропорту Талаги существовала женская колония. А чуть далее, северо-восточнее Архангельска, местность, известная как Семиазерия или Семиазерлак, куда ссылали репрессированных, а также изгнанных советской властью монахов из Славицкого монастыря. Вот об этих местах мы и расспросим сейчас отца Даниила Плотникова, настоятеля Талагского храма. Отец Даниил много лет возглавляет отдел по тюремному служению в Архангельской митрополии. Отец Даниил в нашей епархии одним из первых стал организовывать походы на места, где располагались прежде лагеря для репрессированных и поселенцев. Отец Даниил, благословите, батюшка. Расскажите, пожалуйста, когда и как вы узнали об этих местах? Окрестности Талаг и окрестности вообще Архангельские, они все пропитаны кровью. У нас здесь места достаточно благодатные, можно так сказать, с одной стороны, и страшные, чудовищные, с другой. Благодатность в том, что это та же самая жертва, которую Христос принес. Практически сразу же с первых месяцев пребывания здесь, когда меня отправили на послушание настоятелям тогда еще неизвестного прихода в Талагах, не был он варваринским, он был просто приход православный, так и зарегистрирован был сначала. Меня всегда тянуло по памяти с дедушкой, ходили по лесам в такие места, интересно, природа, погода, все эти экстрим, весь этот комары, костер, палатка, все это интересно очень. И как-то потихонечку меня, видимо, Господь так готовил уже к теме моего будущего служения по послушанию в тюремном отделе. Я услышал, что какое-то есть, какой-то семиазерлак, звучало такое, ну, лак у меня на памяти, гулак, известно, что это такое. А что такое семиазерлак, что такое манатьялак, когда я услышал, кулой лак. И потихонечку стал искать тех, кто по лесам ходит хорошо, чтобы они рассказали об этих местах. Оказывается, мало людей, кто знал тогда, это 2002 год, 2001. И нашелся один человек, мужчина с аэропорта, который фактически нас туда отвел. Мы туда шли пешком, дороги еще когда там, практически такой, летом не было. Был только зимник, зимой катались на Буранах в семиазерия. И мы туда пешком дошли. Помнили разбитые ноги, там мы два дня шли туда пешком, транспорта не было, все, то есть с собой никакого обмундирования особого не было. Но я туда пришел, мы там были. В следующий год мы туда пошли, уже целенаправленно взял с собой дребник, подрясник. Мы служили там в водосвятной молитве, вспоминаниям погибших и усопших. Была у меня встреча с ветераном УФСИН, старым, старейшим работником. Он еще работал как раз на семиазерия, был замполитом. В беседе с Владимиром Григорьевичем Бабулем, он рассказал о том, что в этих местах содержались заключенные и политические, и экономические, различные. И просто преступники, бандиты, разные люди содержались, по его информации, и в самой колонии они трудились, и трудились вот на этих командировках. Вам довелось побывать там, где жил последний настоятель Соловецкого монастыря, изгнанный из монастыря архимандрит Вениамин Кононов и иер-монах Никифор Кучин? Про архимандрита Вениамина я узнал благодаря Соловецкой братье. Туда в свое время на семиазерия пешком ходили насельники монастыря Соловецкого. Были они убиты комсомольцами. Это один из местных жителей Часовенской. У нас здесь недалеко, примерно в 20 километрах отсюда, в Верхполодьме. И еще один пришлый такой вот, Смутьян. Они пошли искать Соловецкое золото у них там в лесу. Так я об этом узнал. Узнал, что они пребывали на Волкозере. Они три года там жили. Питались и жили благодаря трудами своими, своих рук. Священномученик архимандрит Вениамин Кононов – наш земляк, уроженец Шенкурского района. В детстве, побывав в Соловецком монастыре и с малых лет возлюбив иноческую жизнь, молодым человеком он принял монашеский постриг. В предреволюционные годы ему довелось быть настоятелем Антониево-Сийского монастыря, а в трагическом 17-м он был избран настоятелем Соловецкой обители. Благодаря архимандриту Вениамину в Соловецком монастыре были спасены от уничтожения большевиками великие святыни, мощи основателей Соловецкой обители, преподобных Зосимы, Саватии, Германа Соловецки. Трагическая гибель от рук преступников оборвала жизнь священномученика архимандрита Вениамина Кононова в 1928 году. Говоря о таких событиях, как духовно осмыслить их значение? У людей, которые прошли путем Христа, это оклеветание, осуждение, неправедный суд, насильственная смерть, у них есть дерзновение. У любой жертвы вообще есть дерзновение Бога просить о чем-то. Именно так. И Бог эту жертву слушает, эту просьбу этой жертвы слушает. По этой причине вполне допустить можно, что святые новомученики, исповедники Церкви Русской, они молятся о своей Церкви, они молятся о России. И естественно, что Бог отзывается на их просьбу, реагирует на эту просьбу, не отказывает ее исполнить. И подъем, нынешний подъем православия, несмотря на те волны, которыми оно агрессивно омывается со стороны, оно связано именно с этой жертвой невинной. Потому что именно у жертвы есть дерзновение просить Бога о чем-то, и Бог не отказывает в этой просьбе. Мне бы хотелось рассказать историю, которая свидетельствует о такой незримой связи между поколениями. Она касается архимандрита Вениамина Кононова. Дедушка моего хорошего знакомого, сиродинца Евгения Анатольевича Столокнова, будучи мальчиком, пел на клеросе Антонио Васильского монастыря, в то самое время, когда настоятелем этого монастыря был архимандрит Вениамин Кононов. И вот архимандрит Вениамин обратил внимание на молодых людей, мальчиков, которые пели на клеросе, и решил их поощрить поездкой на Соловки. И одно лето прошло как раз у них там. Это воспоминание сохранилось в семье Толокновых. И более того, память о Вениамине Кононове сохранилась таким образом, что через эту личность в семье Толокновых началось воцерковление. Люди обратились к православию, к вере Христовой. Для меня самым главным моментом, на котором я сконцентрировал внимание, это он запал мне в душу, это миролюбивое устроение архимандрита Вениамина. Он мне показался миротворцем. Были некоторые конфликтные ситуации на Соловках тогда, когда пришла советская власть. Были свои конфликтные ситуации и в Сийском монастыре при его настоятельстве. Я заметил, как он из этих ситуаций выходил. Он всегда старался все покрыть миром. Не выяснять отношения, не добиваться правды, а именно покрыть все миром. И мне это отозвалось, потому что как-то мне это созвучно. Недавно произошла вещь удивительная, я считаю, без моего участия, без моего вмешательства. Поэтому эта вещь чудесная. Нашелся человек, который хочет написать нам, подарить в храм икону Вениамина и Никифора. Я вижу, что Вениамин и Никифор принимают наше служение. Это выражается в том, что они благословляются Богом прийти к нам сюда в храм. За рамками нашей сегодняшней программы остался рассказ о разносторонних талантах отца-настоятеля храма Великомученицы Варвары и ремонаха Данила Плотникова. О дарованиях которого, наверное, слышали многие. Он – ведущий интернет-программы «Что скажете, батюшка», а еще композитор оригинальной электронной музыки, автор видеозарисовок, активный участник интернет-порталов и социальных сетей. Сегодня же мы рассказали подробно об одной стороне служения отца Данила Плотникова. Несомненно, очень важный, оставив другие темы для следующих наших программ. Дорогие телезрители, в завершении нашей программы хотелось бы сказать вот о чем. Сегодня довольно привычно звучит мысль, что нынешнее возрождение православия напрямую связано с тем подвигом, который совершили мученики и исповедники за веру Христову в годину гонений. Но, к сожалению, память об этих людях и об их подвиге остается на периферии нашего внимания. И поэтому сегодня в нашей программе мы напомнили вам о том, о чем помните знать, делать чести для всех северян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok